Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим базовые принципы работы с несколькими точками вещания и мытья локальными размещениями рекламных кампаний в программе CIN1 ATM2S. В качестве примера представим классическую ситуацию. Есть радиостанция, которая вещает на определенный город. Предположим далее, что география покрытия расширилась и у нас появилась новая точка вещания на область на другой FM частоте. При этом плейлисты для города и для области могут отличаться и нам необходима возможность планировать заказы в разные точки вещания в любых комбинациях. Только город, только область, город плюс область. Точек вещания на практике может быть значительно больше. Например, если сеть передатчиков охватывает несколько населенных пунктов региона, края или республики. Просмотренные в данном видео базовые принципы работы с мультилокальными размещениями для двух и более точек вещания одинаковы. Начнем решение задачи с настройки областной точки вещания. Перейдем в меню «Настройка», «Радиостанции», «Точки вещания, выбранные радиостанции». Создадим новую точку вещания. Укажем параметр «Только собственный джингл», если в открывающем и закрывающем джинглах звучит частота FM вещания. А в нашем примере частоты передатчиков на город и на область отличаются. Перейдем к настройке услуг и пакетов радиостанции. Добавим в пакет областную точку вещания. Если прайс-листы в точках вещания не отличаются, можно переходить дальше. В нашем случае прайс-листы имеют отличия, поэтому создадим прайс-лист для областной точки вещания. Можно скопировать структуру прайс-листа из существующей и отредактировать. В нашем примере в областном прайс-листе уменьшим вдвое базовую цену, оставим неизменную стоимость в прайм-тайм, отменим сезонный коэффициент и уменьшим коэффициент за совместное брендирование. Теперь добавим индивидуальные открывающие и закрывающие джинглы для областной точки вещания. Готово. Итак, все предварительные настройки выполнены. Перейдем теперь непосредственно к медиапланированию заказа. Для этого создадим новый заказ. Импортируем в него три ролика. В нашем примере каждый ролик для наглядности имеет название и территорию своего распространения. В рамках пакета для точки вещания «Город» сделаем выходы роликов «Город» и «Город плюс область». Допустим, такую композицию выходов в медиаплане мы хотим распространить на все точки вещания, но в точке вещания «Область» хотим заменить городской ролик на областной. Сделаем это. Добавим еще несколько выходов. Распространим измененную композицию выходов на область. При этом параметр «Заменять ролики» оставим неактивным. Сделаем также несколько выходов областного ролика только на область. Готово. Посмотрим на получившийся медиаплан заказа. Создадим теперь плейлист и посмотрим результат. Видим, в точку вещания «Город» попали только ролики с городской территорией распространения, а в точку вещания «Область» только ролики для области. Обратите также внимание, что в каждой точке вещания оказались правильные открывашки и закрывашки. Спасибо за внимание.